Всем большой привет! У нас тут была рыбалка, в результате которой оказалось дома 4 прекрасные такие горбуши. И сейчас нам нужно их разделать. Она слегка, слегка разморозилась, поэтому вот мы ее сейчас помоем. Вот такие четыре довольно крупные тушки, 4 штучки у нас весили 5 килограмм 100, да, 5-100. Вот она потрошенная, но с головой, с плавниками. И ее, конечно, легче будет обработать, порезать, пока она не совсем, не до конца разморозилась. Так, мы сейчас ее промоем и вот из головы вынем жабры. И потом я бумажными полотенцами обсушу рыбку. Ну, рыбка красивая такая, средние тушки, не сильно маленькие, но и небольшие. Хорошая, да? Пока там следующая рыбка принимает водные процедуры, вот я ее просто-напросто сейчас вот хорошо обсушу бумажным полотенцем. Так, вот кроссовки, кроссовки, красотки помытые, почищенные. И сейчас мы будем их расчленять. Я не буду, потому что у меня пальчик. Да, с Богом, поехали. Так, покажи как, я... А подожди, надо их же что-то снять или нет? Ну, плавники отрезай. Оторезай голову вместе с плавником, Стим. Как это не получится? Не-не-не, ну что ты режешь? Больше режешь. У основания режь прям, вырезай. Так. Так, все, теперь голову вырезай. Да-да. Нажимай. Давай, давай. С зрительным ножом. Лайфхак. Нож не режет. Не режет. Так, в общем, обрезаем плавнички. Так, спиной тоже вырезаем плавник. Все. Хвост пойдет на суп. Свет у нас, конечно, ужасный. Потому что ужасный свет, еще и потому что на улице сегодня снова дождь. Вот как шпиль башни Лобнинской держит облачко. Пока я тут отвлеклась на башню Лобнинскую, рыба осталась без головы. Сколько режем? Так? Без головы. Ну, следующую покажу, конечно. Так. Все, теперь режешь такими стейками. Так? Да, вот так примерно. Режем всю рыбку вот такими стейками. Можно было бы, конечно, по хребту разрезать и снять филе, но мы этого делать не будем. Разрежем вот так вот на стейке. Чуть-чуть тоньше. Порежь, пожалуйста. Ага, вот так. Разделаем. А ну, переверни стейк, покажи, какой он. Чистенький, красненький, красивый. Примороженный. Классный. Ага, чуть-чуть примороженный, но так легче резать рыбу, когда она чуть-чуть примороженная. В общем, одну рыбку мы уже разделали, и с остальными поступаем точно так же. Ай, не хочет фокусироваться. Срезаем плавнички, срезаем голову и режем на вот такие стейки. Вот это у нас будет на суп, на уху такую, хвостики, две головы и пару там таких кусочков небольших. А ну, покажи, какие там кусочки. Ну да, вот такие вот кусочки, которые засаливать-то, с них нечего есть, а на уху они пойдут. Причем порезали головы так, ну, жирно-смачно, чтобы было что кушать. В общем, вот у нас получилось из четырех рыбок вот такое количество стейков. Мы решили эту часть просто заморозить. Дальше посмотрим, что с ней будем делать. А вот эту часть мы хотим засолить и сделать очень вкусную такую рыбку. Она, конечно, не настолько благородная, как салмон, как семга, но тоже будет очень вкусно на бутербродике достойно себя вести. Он как красиво складывает. Мой шеф-повар. Кому тяп-ляпа, кому не тяп. Это все пойдет в заморозку. Так, а ну скажи, что ты сделал. Короче, он сказал, что Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать. И настала моя очередь. Я хочу засолить эту прекрасную рыбу. У меня есть уже видео, ой, есть уже видео, как я солю рыбку. Я поставлю в конечных заставках и внизу в инфобоксе, сделаю ссылку, но там я стейки семги солила. В принципе, не имеет значения. Даже скумбрию я точно так же солю. И обыкновенную сель тоже можно так солить. Когда-то меня научили этому способу. Я солю сухим способом. И для этого мне нужно соблюсти просто пропорцию. Два к одному. Две части соли, одна часть сахара. Ну, так как здесь у меня рыбки много, поэтому я возьму вот сюда в миску добавлю две ложки сахара. Ложки у меня такие десертные. И не столовая, и не чайная. И обыкновенную вот эту вот соль, пищевую соль. Не йодированную, а довольно крупного такого помола. Соль возьму 4 ложки, потому что рыбы много. Не надо бояться, что будет пересолено. Рыба возьмет ровно столько соли, сколько ей необходимо. Так, 4 ложки соли и 2 ложки сахара. Ну, скажу честно, сахара у меня в доме не оказалось, поэтому пошла сахарная пудра. Ну, что поделать. Вот так. Сахара были не полные ложки, а соли такие, сверху. Как правило, я всегда добавляю какие-то специи. Сегодня я добавлю немного зерен ягод можжевельника. Парочку гвоздичек. Ну, гвоздичка осторожна, потому что гвоздика такая довольно, ну, сильная пряность. Поэтому всего 2 гвоздички я возьму. Обожаемая мной специя куминь и лизера. Как я говорю, в последнее время она придает такой восточный колорит. Очень мне нравится, как себя ведет куркума при засолке рыбы, поэтому сюда так щедро-щедро я добавляю куркуму. И мне тоже очень нравится, это кардамон. Вот таких 2 бутончика. Но я их сейчас возьму ножик и ножиком их расщеплю просто-напросто, чтобы оттуда вышли семена. Вот здесь семена черные такие. И вот так вот туда же и брошу вместе с этим бутончиком. Так, дальше, дальше. Пару зернышек черного перца. У меня тут смесь перцев пойдет. Щепотка шафрана. Совсем чуть-чуть молотого имбиря. Чуть-чуть. Ну и, пожалуй, на этом можно остановиться. Вот так эту всю пряную смесь я перемешаю. Все. И теперь я буду каждый стейк обмакивать в эту соль, присыпать щедро, очень щедро, и укладывать в контейнер. Я, как правило, всегда в этом контейнере засаливаю. Вот он у меня немножко даже поджелтел от куркумы. Но это ничего страшного. Итак, прямо беру вот так вот стейк, и хорошо-хорошо его обмакиваю в соль. Вот эти вот целенькие можжевельник, перчик, я все тоже потом брошу туда. Можно было бы на дно и вот так между, но получилось, как получилось. Еще раз говорю, не бойтесь, что соли будет много. Рыба возьмет ровно столько, сколько необходимо. Ну, я, конечно, не так красиво укладываю, как мой приглашенный артист, но тоже вот так одна в другую стейки укладываю, чтобы это было ровненько, аккуратненько и симпатично. Вот мне практически хватило вот этой всей смеси, буквально вот до последнего этого кусочка. Рыба приобретает немножко такой оранжевый цвет за счет как раз того, что здесь добавлена куркума и шафран. Ну, вот и все, прекрасная рыбка готова. Сейчас я накрою этот лоточек крышкой и отправлю просто в холодильник. И завтра утром это уже можно будет есть на бутербродик с чашкой кофе ароматного. Будет очень-очень вкусно. Все, а вам желаю, чтобы ваш день был обязательно добрым и ваша рыбалка пусть будет тоже удачной, хотя бы такой, как наша сегодня. Все, всем-всем, пока-пока. И пусть весь мир подождет, а мы до утра будем ждать.